Жириновский в роли Нострадамуса, лидер ЛДПР, передал в Музей современной истории России запечатанную капсулу с прогнозами на 20 лет. Также в экспозиции появятся вещи из личного архива политиков, включая знаменитую кепку, партийный билет под номером 1 и даже скульптуру сцены дебатов Жириновского и Немцова. Для чего лидер партии стал пророком своего отечества? Спросим у моей коллеги Елизаветы Хромцовой. Лиз, приветствую тебя. Что же в капсуле-то? Какой прогноз на 2036-й? Здравствуй, Оксана. Сегодня зачитывать Владимир Жириновский свои пересказания не стал. Благо, память у него хорошая. Пересказал все нам в устной форме. Он объяснил эту необходимость заложения новой капсулы тем, что все прогнозы, которые он делал на протяжении всей своей долгой политической карьеры, это без малого 30 лет, с завидной регулярностью сбываются. Например, рассказал об Украине. В 1998 году ЛДПР голосовало против ратификации договора о дружбе между Россией и Украиной. И тогда Владимир Жириновский говорил, что Киев ждет революция, проспонсированная западными политиками. То, что мы увидели в 2013-2014 году. Ну и вот рассказал сегодня Владимир Жириновский о том, что нас ждет до 2036 года. Перспективу ближайших лет обрисовал. В первую очередь рассказал, что ЛДПР всегда настаивала, что нужно строить международные отношения не в соотношении Запад-Восток, а Север-Юг. И сейчас постепенно Россия к этому движется. По мнению лидера либерал-демократов, те события, которые в последнее время происходят в Турции, говорят о том, что в ближайшее время, уже в ближайший год-три Анкара повернется к России. И уже к 2036 году возможно создание некоего крупного государственного объединения. Это будет пять стран. Россия, Турция, а кроме того, Сирия, Иран и Ирак. Возможно, это будет не полностью единая страна, но, во всяком случае, это будет единое экономическое пространство. Возможно, даже с общей валютой все в этой стране будут знать русский язык как второй. И, по мнению Владимира Жириновского, к 2036 году у всех россиян будут дачи на Средиземном море. А вообще слово «пенсия» отойдет в прошлое, ведь жить мы будем за счет неких своих накоплений. Ну и кроме того, лидер ЛДПР рассказал, что ждет Соединенные Штаты, на его взгляд. Америка окончательно уйдет на американский континент. Будет создано новое государство на базе союза трех государств. Канада, США, Мексика. Они уже даже придумали себе денежную единицу. Они от доллара откажутся. И многие, у кого накопление в долларах, окажутся банкротами. Перейдут к новой валюте Амеро, они ее уже назвали. Как евро в Европе, у них в Америке Амеро. И количество людей будет там почти 500 миллионов. НАТО не будет, уверен Владимир Жириновский. Да и у Евросоюза не самые лучшие перспективы, по его мнению. Если Евросоюз и сохранится, то в существенно усеченном виде в его составе останутся только крупные экономики. Германия, Франция, Испания, Италия, возможно. Ну, вообще, Владимир Жириновский уверен, что границ со временем будет гораздо меньше. Да и население Земли существенно упадет. Ведь, на его взгляд, уровень культуры будет повышаться. Одного ребенка в семье будет достаточно. И в целом мы уже вряд ли через 20 лет будем считать себя представителями какого-то конкретного государства. А чаще будем говорить, я гражданин планеты Земля. Оксана. Неплохой прогноз, но мы с тобой проверим, обязательно ли с 2036. Я напомню, на связи с нами была моя коллега Елизавета Хромцова.